Друзья, всем привет! С вами компания RDM Import. Вы смотрите первое видео авторынок и сегодня в обзоре. Эта машина прожила на конвейере 9 лет. Ущербным вы себя чувствовать не будете. Интересно, что здесь конструкторы подумали, а с этим в Антаре все не так уж благополучно. Войдет даже большая советская энциклопедия. Полноприводный кроссовер на классическом автомате. Немецкая марка, но отнюдь не немецкое происхождение. Этот автомобиль уже как-то был у нас в обзоре, но там мы детально разбирали его техническую составляющую, слабые места и особенности, о которых следует знать перед покупкой. Если вам любопытен именно этот аспект, ссылочка на обзор будет в описании. Ну а сегодня поговорим про его потребительские качества. Салон, багажник, дорожный просвет. Глазами, так сказать, обывателя, который ищет для себя выгодный вариант за небольшие деньги. Встречайте, Opel Antara, первое поколение. Кроссовер Antara под брендом Opel был представлен концерном General Motors в 2006 году. Эта машина прожила на конвейере 9 лет. В России модель была локализована и продавалась с 2007 по 2015 годы. До 2011 машины были в дорестайлинге и с 2011 года до конца выпуска в рестайле. Внешне эти автомобили отличаются чуть-чуть. Иная форма бампера и другая светотехника. У рестайлинговых автомобилей в салоне электронный стояночный тормоз вместо привычного рычага. А вот гамма двигателей отличается существенно. В рестайлинге эти машины в России предлагались с четырьмя вариантами двигателей. Два бензиновых и два дизеля. Бензиновые моторы объемом 2,4 167 лошадиных сил, либо 3,0 249 лошадиных сил. И дизельные моторы объемом 2,2 литра на 163, либо 184 лошадиные силы. Коробки передач, механика, либо гидромеханический автомат. И там, и там шесть передач, ну а привод полный. Наш сегодняшний экземпляр 2015 года выпуска, последний год выпуска модели. Мотор 2,4 167 лошадиных сил, автомат 4ВД. Родной пробег автомобиля 147 тысяч километров. По своим габаритным размерам Opel Antara это полноценный семейный кроссовер. Длина автомобиля 4,57 метра, ширина 1,85 метра, высота 1,70 метра, а колесная база составляет 2,70 метра. Радиус разворота у этого автомобиля не маленький, 6,4 метра. Как ни маленькой здесь является и масса снаряженная 1805, а максимально разрешенная полная 2 тонны 270 килограмм. Что касается толщины лакокрасочного покрытия, у Antara российской сборки ситуация похожа на таковую у Ford Focus 3-го поколения, которые также собирались у нас. Акрас здесь очень толстый, гораздо толще, чем мы привыкли видеть на японских или корейских автомобилях. Разброс показаний толщиномера для родной краски здесь будет лежать в диапазоне от 140 до 180, где-то до 190 микрон. Причем кузовных проемов это тоже касается. Они здесь также толще, чем на других автомобилях. Разброс показаний прибора от 70 до 105. При этом кузовные панели у Antara оцинкованы и гниют они крайне неохотно. Каталожный объем багажника Antara 420 литров при сложенных сиденьях увеличивается до 1420. С линейными же размерами дела обстоят следующим образом. Ширина проема багажника здесь 109 сантиметров в его средней части и к низу он существенно сужается. Высота от фальшпола до крыши для кроссовера небольшая, всего 75 сантиметров. Как и ширина багажника по полу 95, зато она одинаковая на всей его протяженности. Ну а максимальная длина по полу до спинки заднего сиденья 93 сантиметра. Спинка заднего сиденья складывается только из салона, зато в ровный пол в пропорции 2 к 3. В этом автомобиле можно в легкую бросить матрас и устроиться на ночлег. Расстояние до переднего сиденья составит в этом случае 1,75 метра. Ну а по максимуму, если упирать длинный груз в переднюю панель, вы можете увести здесь что-то длиной до 2 метров 50 сантиметров. Что касается убранства багажника и каких-то интересных фишек здесь. Есть напольное покрытие, ворсовое, но при этом боковые части, боковые панели выполнены из очень царапающегося твердого пластика. Справа и слева есть квадратные ниши, куда можно сложить что-то наподобие канистры с техжидкостью. С правой стороны на боковой панели 12-ти вольтовая розетка и плафон освещения. Такой же плафон есть и слева. Интересно, что здесь конструкторы подумали о том, чтобы фальшпол при движении не прыгал. Он запирается на две своеобразные защелки. А под ним у нас есть дополнительные места для хранения, полноразмерное запасное колесо и штатный инструмент. Более ничего примечательного в багажнике Антары первой генерации вы не обнаружите. Ну а теперь переходим к обзору интерьера. И первое, на что обращаешь внимание, оказываясь в салоне Антары, это удобная посадка. Здесь очень хорошие кресла, которые имеют ярко выраженную боковую поддержку на спинке и более или менее фиксируют корпус в поворотах. Сидения в меру жесткие, по-европейски надо отметить о материал отделки. Здесь комбинированная центральная часть тканевая, боковины кожаные, естественно, присутствует подогрев. Регулировки сидений здесь механические. Если отодвинуться до упора назад, то при росте 1,86 м я могу полностью выпрямить левую ногу в колени. При этом еле-еле потрогать носком моторный щит. Так что для водителей высокого роста места здесь будет достаточно. Кроме того, регулируется еще и рулевая колонка. Причем в значительном диапазоне, как по наклону, так и по вылету. Сам руль здесь довольно большого диаметра, непривычно большого по нынешним меркам. Он отделан кожей и имеет на себе дополнительные клавиши управления мультимедийной системой и телефоном. Подрулевые переключатели в этом автомобиле, в отличие от прочих моделей Opel тех лет, фиксируемые. Что уже считается большим плюсом. Они оригинально выглядят. На левом переключателе, помимо света фар, ближний-дальний и указателей поворота, также есть клавиша активации круиз-контроля. А правый всецело ответственен за стеклоочистители. Комбинация приборов самая обычная, никакой электронщины, кроме монохромного дисплея-одометра. Правда, указателя температуры здесь нет. Да и цветовая гамма, красный с оранжевым, не каждому покажется приятной. Но к читаемости приборов никаких вопросов. В Антаре высокая посадка, наподобие внедорожника. Этот автомобиль не слишком напоминает легковую машину. Под левый и правый локоть есть упоры. Правый – это крышка центрального бокса, отделанная кожей. А левый – подлокотник. Подлокотник на дверной карте при этом довольно-таки жесткий. А правому не хватает регулировки по длине. Мне удается опереться на него локтем буквально на самый край. Что касается разного рода клавиш, вне зависимости от комплектации, Антара не будет ими перегружена, если не считать самой мультимедийной системы. Слева на двери стандартный блок стеклоподъемников. Все стекла, кстати, имеют авторежим на подъем и на опускание. Боковые зеркала в данной комплектации не складываются, но имеют электрорегулировки. Здесь же клавиша центрального замка. Слева от рулевого колеса – поворотные рукоятки корректора фары регулировки яркости приборного щитка. Отдельными кнопками включаются передние и задние противотуманки. А переключатель света здесь по-немецки выполнен в виде шайбы. Справа на панели дополнительные клавиши. Это включение-выключение парктроников, система стабилизации, контроль скорости на спуске, пара заглушек. Клавиша аварийки непривычно маленькая, но расположена в прекрасном доступе. Основная рассыпь клавиша здесь относится к мультимедийной системе. Это громкость, настройка треков, меню мультимедия, а также бортовой компьютер, который позволяет вывести на маленький монохромный дисплей дополнительную информацию, например, о расходе топлива. Климат у Антары полностью автоматический и вдобавок двузонный. Левая и правая стороны регулируются отдельно. Температура управляется при помощи поворотных рукояток. Они, кстати, прорезинены. И тактильно различимо положение ручки. Насколько именно щелчков вы ее повернули? Не очень удобно, поскольку ее перекрывает селектор в положении паркинг. Здесь расположена ручка управления оборотами вентилятора. Но на ходу такой проблемы, понятно, не возникнет. А вот переключать режимы обдува, рециркуляцию, включать-выключать кондиционер, на ходу будет затруднительно. Кнопки очень маленькие. И большая их часть вдобавок слеплена в один блочок вокруг поворотной рукоятки управления скоростью вентилятора. Селектор коробки передач. Здесь привычный курок блокировки. Прямая прорезь и отдельная секция для ручного режима. На рестайлинге, как в нашем случае, стояночный тормоз уже электрически активируется кнопочкой за селектором. Здесь же клавиши включения-выключения, подогрева в сидении. Что касается подстаканников, бардачков и прочих мест для хранения, с этим в Антаре все не так уж благополучно. В центральной консоли мы видим небольшой кармашек под ключи, либо под мобильный телефон, хотя он небольшой глубины, два подстаканника. А при нажатии на специальную клавишу вы можете отодвинуть все это дело, открыв себе доступ в своего рода подполье. Внутри прорезиненный коврик, USB-разъем, AUX и 12-вольтовая розетка. Кроме того, внутри центрального бардачка есть бокс, но он здесь довольно маленький. А вот основной перчаточный ящик напротив крупный, отделан чем-то напоминающим бархат изнутри и при этом крайне вместительный. Документы формата А4 можно затолкать сюда совершенно свободно. Войдет даже большая советская энциклопедия, если, конечно, бардачок выдержит вес подобной книги. На потолке предусмотрен футляр для очков, а внизу дверных карт кармашки. Они узенькие и не очень длинные, зато передняя часть предусматривает размещение бутылки с напитком. А вот в том, что касается обзорности, у Антара все в порядке. Здесь низкая линия остекления, это касается линии приборной панели, в том числе лобовое стекло далеко от вас и оно большое по площади. Капот видимый, это касается и боковых краев, и его переднего края, так что привыкать к габаритам автомобиля долго не придется. Боковые зеркала также очень большие по площади и удобные в использовании. В потоке ущербным вы себя чувствовать не будете. С парковкой задним ходом на комплектациях, кроме максимальной, вам помогут разве что парктроники. Ну а более старшие версии в плане оснащения предполагают наличие цветного дисплея, в том числе с камерой заднего вида. Ну а теперь давайте посмотрим, как обстоят дела на втором ряду. Что касается заднего сидения с местом, здесь в целом порядок. Садясь сам за собой, я еще не касаюсь коленями спинки переднего сидения, но если чуть-чуть отодвинуть ее назад, будет беда. Поскольку контакт с жесткой пластмассовой тыльной стороной передних сидений комфорта не добавят. Зато здесь присутствуют сетчатые кармашки, куда можно положить какую-нибудь печатную продукцию. Само заднее сидение здесь практически плоское, что ожидаемо это касается и подушки и спинки. Тоннеля на полу нет, третий пассажир разместится абсолютно свободно. Единственное, что стоит отметить, если жесткость передних сидений, скажем так, не слишком шокирует и не доставляет неудобства, то вот с задним диваном ситуация уже чуть-чуть иная. Хотелось бы, чтобы хотя бы подушка здесь была мягче. Регулировка по наклону здесь присутствует, но она практически бесполезна. От вот настолько вертикального до чуть-чуть отклоненного назад положения. Для задних пассажиров предусмотрен откидной подлокотник. В нем два подстаканника и кармашек под мелочевку. Также есть 12-ти вольтовая розетка в ногах у среднего пассажира. Внизу дверных карт присутствуют очень узенькие кармашки. Никаких отформованных ниш под бутылку здесь уже не увидите. Ну а подлокотники на дверных картах такие же пластмассовые и плюс-минус жесткие, как спереди. Из дополнительных удобств только плафоны освещения индивидуальные для левой и правой стороны. Подробнее про двигатели и коробки передач этих автомобилей можно послушать в нашем большом техническом обзоре, ссылка на который будет в описании по такому же автомобилю. А сейчас про конкретный экземпляр. Под капотом этой Антары располагается двигатель объемом 2,4 литра, который выдает 167 лошадиных сил и 230 ньютонометров крутящего момента. Это алюминиевая рядная четверка с двумя распредвалами ее индекса 24XE. Этот мотор довольно простой. Здесь есть фазовращатели, присутствуют гидрокомпенсаторы, так что заниматься регулировкой клапанов не придется. Впрыск тут самый обычно распределенный. А вот привод ГРМ здесь цепной. Правда, это не особо помогает, ввиду того, что как раз главная особенность из неприятных этого мотора заключается в не слишком предсказуемом ресурсе этой самой цепи ГРМ. В некоторых случаях ее приходилось менять еще до пробегов в 100 тысяч. И ресурс цепи очень сильно зависит от условий эксплуатации мотора. То же самое касается расхода масла на угар. При покупке поддержанной Антары с таким мотором проверять машину на предмет расхода масла крайне желательно. Случаются, огорчают шумные работы и фазорегуляторы. Но в общем и в целом этот мотор, если за ним следить и нормально обслуживать, будет способен проехать без капитального ремонта около 300 тысяч километров пробега. В паре с ним в данном случае трудится автоматическая коробка передач на 6 ступеней. Это 6 Т45 концерна General Motors. Этот автомат способен отработать около 250 тысяч километров пробега. Но в около идеальных условиях интервал замены рабочей жидкости на нем крайне желательно сокращать от привычных 60-80 до где-то 50 тысяч. Эта автоматическая коробка не любит грязного масла, боится перегревов и крайне не любит ударных нагрузок. Поэтому если вы смотрите для себя транспорт, основной целью которого будет буксировка тяжелого прицепа в тяжелых же дорожных условиях, Антара – это тот автомобиль, мимо которого лучше будет пройти. Но для обычной повседневной эксплуатации у степенного водителя эта трансмиссия в целом подходит. Ее наиболее слабым местом является пружинный диск барабана 3-5 задней передачи. Встречаются случаи его полного разрушения. В ряде случаев он лопался, приводя, естественно, к сильным механическим повреждениям самой коробки. Продлить срок жизни этому автомату вам поможет дополнительное охлаждение и, как мы уже упоминали, смена рабочей жидкости в сокращенном интервале. Каталожный клиренс Антары первого поколения 200 мм ровно. Вооружимся рулеткой и проверим, так ли это. В нашем случае дополнительной защиты здесь не установлено. Расстояние от асфальта до подрамника, а это низшая точка всего 18 см. До края переднего бампера 20,5 см. Расстояние до порога за передним колесом 25 см. Низшая точка в задней части автомобиля это защита топливного бака 19 см от асфальта. А вот задний бампер здесь высоко, 32 см ниже этой отметки, свисает банка глушителя, подвешенная поперек, но ненамного. И зацепиться ей при подъезде к высокому препятствию все же довольно проблематично. Что касается конструктива подвески, то спереди здесь обычный Макферсон шаровые опоры в нижние рычаги заклепаны и меняются по задумке производителя вместе с ними в сборе. Стабилизатор поперечной устойчивости крепится на подрамнике. Он на виду, но для более удобного доступа подрамник все же лучше частично демонтировать. Что касается рулевой рейки у этого автомобиля, то здесь она гидравлическое соответствие, но проверять на утечке рабочей жидкости ее придется и не только ее, но и сами магистрали подачи и обратки. Что касается антикоррозийной обработки по днищу, то здесь ее очень немного, несмотря на российскую локализованную сборку. В основном дополнительный антикорр наносится разве что в районе порогов. На самом днище в центральной части автомобиля его гораздо меньше. В задней части автомобиля топливный бак, защита его металлическая, но сам бак из пластика объем 65 литров. Что касается задней подвески, то амортизаторы пружина в ней также объединены в одну стойку, но сама подвеска здесь рычажная. По три поперечных и по одному продольному рычагу на сторону. Стояночный тормоз на рестайлинговой Антаре электрический, а вот воздействует он на дополнительные колодочки, а не на основные рабочие суппорта. Вот такой мини-обзор у нас сегодня получился. Надеемся, после его просмотра у вас в целом сформировалось впечатление о том, что представляет собой Антара. Если вас заинтересовал конкретный экземпляр, который сегодня мы показывали на подъемнике, есть приличный шанс, что к моменту, когда видео увидит свет, машина все еще будет в продаже в компании RDM импорт в городе Новосибирске. Всю интересующую вас доп. информацию по автомобилю уточняйте по телефону, он в описании, там же мессенджер, так что звоните, пишите вопросы, задавайте. Была такая машина, отразите свой опыт в комментариях, он будет полезен нашим зрителям. Ну а если вас интересует более детальная техническая сторона этого автомобиля, обо всем этом в полноразмерном техобзоре, также по ссылочке в описании. Понравился обзор, не забывайте поставить лайк и подписаться на канал. Спасибо за просмотр, до новых встреч и всего доброго. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok